Всем привет, с вами снова Наташка, это вторая часть моего обзора, нового каталога, который вышел 19 мая вроде бы, и в этой второй части мы с вами рассмотрим объекты мебель, мебель, да, у нас тут уже подготовлен участок, где я вам буду показывать саму мебель, и ребятушки, если вы хотите посмотреть одежду, одежда там реально суперская, здоровская, посмотрите мою первую часть. Окей, давайте мы рассортируем предметы по наборам и выберем набор, каталог, роскошная вечеринка, и у нас тут показаны две комнатки, да, новые, но давайте сначала мы посмотрим на мебель, мебель, всю мебель можно выбрать, вот, это что, все? Как много, ребятушки, у нас мебели добавилось, хорошо, ребятушки, давайте рассмотрим это небольшое количество мебели, которая к нам пришла с этим каталогом новым, вот у нас тут стульчики, стульчики очень милые, с такой милой повязочкой, или как это можно назвать, в общем, короче, можно на свадьбу с удовольствием их поставить, будет очень красиво, давайте рассмотрим цвета, как же не рассмотреть цвета, они настолько разные, настолько много выбора цветов, что я просто в восторге, смотрите, какие разные, интересные, боже мой, ну почему ты пропадаешь постоянно? Ну вот белый с черным есть, есть белый с серым, есть просто, по-моему, они очень похожи, здесь немножко просто сам стул темнее, и зеленый очень милый цвет, вообще я люблю такой цвет, очень интересно, и давайте выберем, допустим, ну пускай зеленый будет у нас стул, и у нас тут как раз столик, поставим рядом со стульчиком, чтобы уж прямо вот так вот, что-то он как-то нихрена не ставится, давайте вот так вот сделаем тогда, и потом стульчик придвинем, вот такой у нас необычный круглый стол, с необычной скатертью, и давайте посмотрим на цвета, ну в общем, тоже можно подобрать, вот как видите, сочетается очень хорошо, есть желтый, очень красивый, золотой такой, золотистую свадьбу можно устроить, или праздновать золотую свадьбу, в общем, короче, да, у меня все на свадьбе, да, я какая-то помешанная на свадьбе, давайте посмотрим тахта праздничная, беленькая, на солнышке она очень сильно блестит, я не знаю, давайте попробуем другие цвета сделать, у нас черный, ну в общем, все такие же практически, только тут зеленого нет, ребятушки, почему нет зеленого, он мне так нравился, как вот здесь, ладно, в общем, можно любые комнаты создать, разных цветов, но, как вы видите, они достаточно яркие, вот особенно вот этот розовый, конечно, роскошная вечеринка, она должна быть яркой, запоминающейся, так, это что это у нас такое, это барный стул, а это у нас бар, а это у нас столик-куб, как необычно, ребятушки, мы можем что-то на него поставить, давайте сейчас мы посмотрим цвета, быстренько, здесь не так много мебели, как вы видите, поэтому не думаю, что этот обзор будет длинным, мне интересно, он в темноте светится? Ой, реально, посмотрите, он светится в темноте, так, давайте темноту-то сделаем, ночь, он немного светится, он очень яркий, прикольно, вот это мне нравится, ребята, это очень здорово выглядит, так, дальше давайте посмотрим барная стойка, которая тоже светится, очень красиво, блин, мне бы такую барную, ой, господи, я не то сделала, мне бы такую барную стойку, ну, или, по крайней мере, столик, который будет светиться ночью, нет, ну, вообще, такие и есть, я где-то видела, Слушайте, ну, он, может быть, он просто сильно яркий, нет, он все равно немножко светится, видно, давайте сделаем обратно на день и посмотрим самое вот вкусное в этом каталоге, это у нас фуршетная плата, да, Здесь можно поставить еду, а сверху сюда поставить фонтанчик, да, где можно шоколад, что ли, пускать, и я не знаю, я хочу попробовать обязательно, обязательно в третьей части, где мы устроим вечеринку у семейки Митчелл, я сделаю, поставлю этот фонтан, и мы посмотрим, как он работает, Вот такие вот у нас цвета, тоже, ну, не особо яркие, пастельные цвета, чтобы подобрать, а вот здесь наверняка у нас разноцветностей много, вот, посмотрите, очень здорово, и опять-таки ярко, давайте посмотрим, стол для фуршета праздничный, окей, это у нас, типа, шведский стол, про который я говорила в первой части, посмотрите, он сейчас круглый, Вообще, в стимстре он был такой длинный, да, там было три разных блюда, а тут у нас он кругленький, очень даже здорово, сейчас попробуем поменять цвета, посмотреть, они все такие же, как у предыдущей мебели, чтобы все сочеталось, можно было подобрать хорошо, вот этот очень красивый цвет, не знаю, опять-таки для свадьбы, а мы можем сюда, да, и сюда мы можем поставить что-то, я не знаю, я потом попробую в третьей части, и тут у нас настенный светильник, светильник, они что, светятся, лампа, твист, лампа, очень похожа на какую-то просто скульптуру, и опять-таки настенный светильник, мы все, ребятушки, посмотрели, На самом деле не так много мебели добавилось, но давайте тогда сейчас мы удалим ее всю, и посмотрим на комнаты, которые нам добавились, две разные комнатки, вот сюда перейдем, и поставим их рядом, тут можно подобрать цвета, золотистая такая интересная, красная и голубая, я хочу выбрать вот этот цвет, или давайте лучше голубой, купить комнату 8000, у нас бесконечное количество денег, ставим, и поставим, это у нас причудливые модули, это у нас что-ли что-то типа на свежем воздухе, да, что тут зелень у нас рядом стоит, и я хочу выбрать, о, красивый голубой цвет, очень классно смотрится, Причем посмотрите, тут очень хорошая комбинация, белые стулья, голубой стол, белый стол, голубые стулья, очень красиво, и очень здорово, что саму не надо ничего строить, просто взяла, поставила, и давайте поставим, посмотрим, что, как это будет выглядеть рядом, нет, может быть, немножко передвинем, потому что как-то неудобно будет смотреть, Вот у нас есть комната, можем темноту сделать, вот у нас она так светится, классно, и это шторки, да, типа, мы можем поменять их цвета, мы, кстати, их не рассмотрели, это как бы шторки, нужно, чтобы была стена, чтобы их рассмотреть, вот такие разные цвета, красивые, кстати, опять-таки, зеленый, золотой, это как тот костюмчик эльфа, опять-таки, просто золотой, в общем, цвета очень красивые, и роскошные, вот реально роскошные цвета, как будто бы вечеринка для каких-то богатых людей, вот реально, ну, я не знаю, уж точно не день рождения какой-то детское, там, шарики, тортики какие-нибудь, там, конфетки и хлопушки, и светильничек, очень необычный светильник, очень интересно он выглядит, можно тоже подобрать цвета, и фонтанчик, стол, стулья, барная стойка и барный стул, который, кстати, я вам не показала, забыла, просто для барного стула нужна барная стойка, вот такая вот комнатка, давайте вернем назад в солнечный и день, и посмотрим на то, что на улице, ну, в принципе, что тут, ну, все та же самая мебель, просто, как бы, можно сделать на улице, да, вечеринку, фонтанчик, сиденье и столики, это что, это, типа, разные варианты столов просто, да, тоже можно здесь фонтан сделать, я не знаю, как-то все действует, ребятушки, мы все это посмотрим обязательно на самой уже вечериночке, а так очень здорово выглядит все, мебели, конечно, не так много, и у нас это, типа, тоже какие-то картины, они называются светильники, я не знаю, они как-то нифига не светят, на мой взгляд, ну, может, что-то под, нет, они подсвечивают стену, видите, можно увидеть, что они немножко подсвечивают стену, ну, в общем-то, ребятушки, я вам всю мебель показала, наверное, я надеюсь, ну, в принципе, да, я рассортировала, я выбрала, типа, роскошная вечеринка, и я вам все показала, ребятушки, я считаю, что мебель очень красивая, это вот мое мнение, она яркая, особенно мне понравились свечащиеся барные стойки и столы вот эти, они реально очень здорово выглядят, мне понравились вот этот шоколадный, самый интересный шоколадный фонтанчик и буфетик, я хочу поскорее приготовить пищу и поставить сюда, использую вот эту штуку, какие вообще у нас есть действия, это мы увидим в следующей части, где я устрою вечеринку Митчелл, это для вас самое интересное будет, мебели, к сожалению, оказалось не так много, я не знаю, мне казалось, что ее будет больше, но, в принципе, достаточно, сколько, 12 штук я насчитала, 8, 4, 4, 4, да, вроде бы 12, 12 штук разной мебели, вау, в общем, ребята, всем пока, целую, ставьте лайки, пишите комментарии, спасибо за просмотр и ждите третью часть, самую аппетитную часть, я думаю, из всех этих трех частей обзора, ну, все, пока, спасибо за просмотр, пока!